Ах, а если бы сейчас оживить ту самую утраченную метеорологическую магию древней коми, проблем бы не было. На этой неделе антропологи Института проблем освоения севера Сибирского отделения Академии наук открыли, что наш коренной народ некогда вовсю боролся с непогодой и другими стихийными бедствиями. Выделяются тут даже якобы две группы – горные животноводы и равнинные земледельцы. Почти как сегодня, на юге – Зыряне, на севере – Изватас. Жизнь по метеусловиям – это у нас в крови, считает Евгений Ракин. Надоели морозы? Сосчитайте 40 пляшевых мужиков. Захотели дождика? Сходите на кладбище и полейте могилу утопленника. На первый взгляд утверждения могут показаться магической абракадаброй. Но именно такими заклинаниями древние коми пытались воздействовать на небесную канцелярию, выяснили тюменские ученые. У подножья Урала опасность оленевода поджидает на каждом шагу. Снежные лавины, обвалы, шквалистые ветры, туманы, переправы через горные реки. Из-за этих напастей можно было потерять всю стадо. Вот и пытались защититься от них сибирские коми при помощи магии. Некими силами обладали, по их мнению, железные предметы. Зазубленным старым топором, например, останавливали дождь. А сильный ветер успокаивали, бросив в него ножом или топором через левое плечо, вывернутой рукой, либо порубив задувание. Кстати, все эти манипуляции против стихии характерны для всего коми-пласта, считает фольклорист и этнограф Олег Уляшов. В руках ученого непростые камешки. Такой вот чертов палец, окаменелый моллюск, оказывается, оберегал от грозы. Это считалось, что Илья Пророк как раз бил нечистую силу, которая убегала. Вот у них пальцы поотламывались, вот эти кульчонь, и остались по берегам рек. Вот поэтому для того, чтобы гроза прекратилась, гром прекратился, вот подкидывали вот это вот. Все эти магические штучки – всего лишь попытка достичь некоего равновесия в отношениях человека и погоды, уверен ученый. Чтобы легче и комфортнее обустроить свою жизнь. Причем все эти этнические приемы прослеживаются у разных народов. И некоторые ритуалы сохранились до сих пор. Жительница Вильгарта Елизавета Поликарповна помнит, как в детственности на Косе взрослые ругали, что грабли ставили не той стороной. Нельзя было грабли вверх и зубьями ставить, да и мотыгу тоже, иначе быть дождем. Впрочем, существовали и ритуалы для вызова дождя, что было актуально во время засухи. Некоторые группы коми для этого во время Троицы на кладбище поливали могилу утопленника. Или со старой могилки откапывали крест и, привязав к чурке, топили в реке. Брали камни из каменки, поливали водой. Или там где-то, если сильная засуха была, обходили, считалось, 3-9 источников в разных местах, чтобы они друг от друга были не видны. Там где-то колодец, родник, все обойти. Вот видите, это 27, конечно, много. Но, тем не менее, в каждом источнике камушек опустить, кинуть воду, и вот считалось, что после этого пойдут дожди. Тем не менее, надеясь на магию, древние коми пытались предугадать погоду по разным приметам – по деревьям, птицам, речкам. Прогнозы делали даже на неделю вперед. Оленеводы, например, свою метеосводку составляли по облакам над горами. И если тучи шли в виде дыма, идущего из печной трубы, говорили, что на Урале топятся печи. А это было предвестником дурной погоды. А при кочевке оленеводы смотрели на фазу Луны. Считалось, что в завершающей стадии убывания можно попасть в непогоду. Также древние коми смотрели по зиме, каким будет лето. И наоборот. Ведь от точности прогноза зависело, голодным будет год или сытым. Если там на Васильев день, допустим, можно ложку воды набрать, там, говорили, что курица может напиться, да, значит, лето будет хорошее. Дождей будет в меру, нормально. Если курица напиться не может, то лето будет сухое, не очень хорошее. А сухое лето, это значит и урожаи плохие, и трава, травостой тоже не очень хороший. Кстати, древними приметами в народе пользуются до сих пор. Ими не пренебрегают даже синоптики. Мол, для собственной уверенности, говорят в отделе агромедпрогнозов. Они проводили даже собственные исследования. Смотрели по каждому дню отдельно. Аксинья 6-го числа, весноуказательница. Какова Аксинья, такова и весна. Был снег и мелпозёмок. Так, ну, ещё что можно, например, вот на Трифона 14-го числа. Если небо звёздное, то к поздней весне небо было звёздное. То есть, как бы по этим приметам, которые вот я уже перечислила, весна, получается, у нас в этом году будет затяжная, поздняя. Но всё это работает, как показали наблюдения, лишь 50 на 50. Что касается воздействия человека на погоду, сегодня можно вполне и без магии обойтись. Например, чтобы отвести дождь от Москвы накануне парада к 9 мая, облака засеиваются специальной сухой смесью. Она свёртывает капельки, и осадки выпадают ещё на поступах к столице. Но метод плохо отражается на экологии, говорят синоптики. Поэтому хорошую погоду лучше вызывать по старинке. Или, например, так, как и эти рыбаки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА